МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я урод в человечьем ряду, в аллергии, как от крапивы, исповедую красоту. Только чувство красиво. Я жизнь люблю безбожную. Хоть знаю наперед, что рано или поздно настанет мой черед. Я упаду на камни, и, уходя во тьму, усталыми руками я землю обниму. Хочу, чтоб не поверили, узнав друзья мои. Хочу, чтоб на мгновение охрипли соловьи. Хочу, чтоб, впадая в ярость, весна по свету шла. Хочу, чтоб ты смеялась и счастлива была. Мы живем, помереть не готовясь, забываем по этому стык. Но Мадонны невидимой совесть на любых перекрестках стоит. И бегут ее дети и внуки, прибродя же и клюке, и суме муки совести. Странные муки на бессовестной к стольким земле. Палачи понимали прекрасно. Тот, кто мучится, тот баламут. Муки совести — это опасно. Выбьем совесть, чтобы не было мук. И покуда на свете, на белом, где никто не безгрешен, никто, в ком-то слышится, что я наделал. Можно сделать с собой кое-что. Я не верю в пророка в Наиті, во второе или в тысячный Рим. Верю в тихое. Что вы творите? Верю в горькое. Что мы творим? Поставленный голос, виразна мова, эмоциональность и харизма. Все, что необходимо для актора, есть у Богдана Романенко. Не випадково ж и родина у него творчая, та и освіта, соответственно, актор и режиссер масовых ведовищ. Та працювати за фахом ему не довелося, когда в стране беда — недовидовищ. За станом здоровья — вторая группа инвалидности. Не служить в армии он мог, но не смог. Как и много его побратимов, Матуси спочатку не узнався про свое место находения. Но жизнь расставила все крапки над «и». Довелося узнавиться, где он. В плане того, что я не мог, мог бы остаться дома, это факт, потому как я инвалид второй группы, у меня все документы имеются и так далее, тому подобное. Несколько раз я обращался в военкомат о том, чтобы меня официально взяли в состав Збройных сил Украины. Хоть кем-нибудь, писарем там, в клубе, в какой-нибудь часть, в клуб работать. Хоть как-нибудь возьмите, хоть кем-нибудь. Мне объяснили, что с такими проблемами со здоровьем, как у меня, меня не имеют права взять. Когда началась война, по-другому не скажешь, я сделал для себя выбор, что для того, чтобы поменять что-то в стране, нужно начинать с себя, нужно поднимать свою опу, свою пятую точку и что-то делать, хоть что-то пробовать, пытаться. И я пошел в ряды Запорожской областной самообороны. Загалом, Богдан Романенко пробув у зоні АТО больше року. За цей час прийшов таки університети можності, которые не дадут аж жодні дипломы. Довелося побачити всього. Здавалося б, перестав будь-чому дивуватися. Но есть моменты, которые вызывают ощущение даже в загартованном сердце. Я, когда находился в самообороне, моя должность, оперативный дежурный, должность или обязанность, я не знаю, принимал жалобы, пожелания местных горожан. И любую волонтерскую помощь, в первую очередь, принимал ее я. Самой більшим не запомнилась бабушка одна. Она еле ходила. Еле ходит, я не знаю, как бы ушел, больше я не видел эту женщину в городе нигде. Она была с палочкой. Она очень тяжело поднималась по ступенькам. Еле шевелилась. На ней, на самой, была одежда, которая, мягко сказать, не первой свежести. Видно было, что у человека даже нет денег на шампунь. Или просто ей физически, может быть, было тяжело помыть голову. И она вытаскивала конфетки барбарийские какие-то там. Ну, правда, ну, штук 20, может быть, жменьку. Найте, передайте бойцам. Вот это было самое вау, самое серьезное. Когда в маршрутке едет 20-летняя дилда, двухметровая, широкий парень, и рассказывает, в какой он кабак сегодня пойдет гулять, и так далее, и тому подобное. И не чешется абсолютно ему по барабану, что за 200 километров от него, от Запорожья, людей сейчас убивает. И, в принципе, ничего больших сил на тот момент, там, да, в 15-м году, большие силы не держат оборону. То есть, ну, это были добровольцы там находились. Не было четких каких-то командных установ. Не было там... Это сейчас уже, да, мы знаем, что есть сектора, есть штаб сектора, есть еще что-то. Тогда этого всего не было. И они... Он едет в маршрутке. Ха, девочки, ха, там, поеду гулять. А бабушка за последние копейки потратила, чтобы купить эти несчастные конфетки. Она все дает. Слухаючи миркування Богдана, дивуешься его життєвій мудрості и рассудливості, якої так не вистачає нинішнім політикам. Ему душа болит за все. Тому вважаю, что мириться с несправедливістю просто злочинно. Очень тяжело понимать, что там ужас, там те будни, да, которые в палатках, когда в спальниках, когда в окопах, когда благодаря волонтерам бойцы что-то едят. А приїжджаєш сюди, да, здесь абсолютно все спокойно и нормально там. Спокойно и нормально. И люди гуляют, люди встречаются, люди переживают за то, чтобы там удачно съездить в кафе и еще куда-нибудь как-то развеяться. Отчего развеяться? Ну, то есть вот этот вот перемена, вот эта вот акклиматизация, так сказать. В Киеве же, вот бывалю, бываю там в гостях заїжаю. Люди вообще, почему они так, наверное, позиционируют, что вот, то это междоусобица, то это там никому не нужно, то это не надо этого делать. А я живу на Шевченковском, и возле меня железная дорога, трасса донецкая. Я вечером прекрасно, Москва-Симферополь трасс, я прекрасно по вечерам наблюдаю, какая колонна, сколько и так далее, и тому подобное. На палетах груженые ЖД составы идут. В каком они виде идут туда, в каком, ну, я не знаю, конечно, те же машины или не та же техника идет. Но видно, да, когда оно новенькое выходит, или целое. И какое оно едет в обратную сторону, в каком оно виде едет. Люди в Киеве, люди в других городах, областях, то зашутся, то нашутся, такому оно надо, то пятое, десятое, то это все из-за денег. Да, из-за денег. Ну, в данный момент это, наверное, уже переросло вся эта война больше в бизнес в какой-то. Это лично мое мнение. Есть друзья, есть товарищи, они говорят, молодец, красавчик, уважаю там, чем тебе помочь, что тебе сделать. А вот просто остальные люди не посвящены ему все. А, был, ну, и дурак. Сьогодні у Богдана Романенка наймирніша у святі професія. Він бібліотекар в областній бібліотеці для дітей юный читач. Директорка закладу Лариса Данилова не нарадуется своєму співробітнику. Для нас це знахідка, яку ми довго шукали і нарешті зайшли, тому що бібліотека проводить дуже багато масових заходів, і нам хотілося, щоб прийшла така людина неупереджена, цікава, талановита, яка б допомогла нам ці заходи проводити. А він за фахом режисер масових заходів. І ми були дуже раді, коли він до нас прийшов, і ми мали змогу взяти його на роботу. Але вже трошки пізніше ми, до речі, довідалися, що він ще й учасник АТО і доброволець. Взагалі-то, пан Богдан – це людина дуже творча. Він переможець багатьох обласних і всеукраїнських конкурсів чи ців. Він прекрасно читає поезію, він чудово знається на літературі, він добре працює з дітьми, тому що у нього був досвід роботи і в таборах дитячого відпочинку, і в школах естетичного виховання, де він вів театральні гуртки. Тому, звичайно, він прижився у нас у відділі масової роботи естетичного виховання, і у понеділях він проводить для наших читачів, для всіх відвідувачів бібліотеки театральний гурток, який називається «Чарівна маска». Тому слухати його завжди приємно, і ми йому дуже вдячні, що він обрав нашу бібліотеку для своєї роботи, для здійснення свіх своїх творчих задумів. Для чого прийшли ми на цю землю? Що принесли з собою? Чи стане вона краще і зеленіше після нас? Чи протягне тобі, людину, брізка своє гілля? Слова простіші є, ніж двічі два. Земля, вода, повітря і трава. Але чому ж, як вимовляю їх, бракує духу для легень моїх? Земля, притулок зла і доброти, клубок розчарування і надій. Та спробуй знайти радість рівно тій, що відчуваєш під ногами ти. Вода. Хоч я живу на острівку, який бездонна прірва облягла. Тужу пожадно, поживім ковтку твоього, рятівного джерела. Але яка коштовність до рівня повітря. Яким ти дихає, щодня я вірю. Не мене, ніколи, ні. Усе, чим дорожу і чим живу. Довкілля. Це прекрасно, бо нам у ньому жить бездонне небо ясне. І кожну, кожну мить ми будемо плекати. І лише добро творить. Твори добро, щоб хліб був на столі, калина розквітала біля хати, гніздилися у дворі на щастя журавлі. І багатіла Україна мати. Дякую за перегляд!